Существует двухтысячелетнее наследие антисемитизма и ненависти во имя Христа и христианства, о котором, я думаю, слышал каждый еврей, воспитывавшийся хоть немного с чувством самосознания. Мы евреи, они христиане, и они обвиняют нас в убийстве их Бога Иисуса Христа. Когда умер мой дедушка, мне было 6 или 7 лет, и это была очень секретная тема. Никто не хотел говорить об этом. Что происходит после того, как ты умираешь? Нам даже не разрешили пойти на похороны. Я помню, как спросил свою учительницу в синагоге, что происходит с нами после смерти. И она действительно не знала. Она сказала, «Ди кровину». Потому я встретился с сровином. И я помню, как он рассказывал мне историю о человеке, взбирающемся на гору. Он видит только деревья. Он поднимается на гору и никогда не видит того, что с другой стороны, потому что взбирается на гору. Но Бог, который на вершине, видит и другую сторону горы. Таков был ответ моего раввина. У раввина была не большая идея о том, что происходит после смерти, чем у меня. Он не знал. Я поступил в университет, и эти два ключевых вопроса оставались в моем сознании. Почему я здесь? Я живу для какой-то цели. И что произойдет со мной после смерти? Я увлекся наркотиками и рок-н-роллом. Я начал ходить на концерты, Грейтфул Дэд и принимать наркотики. И это было, я думаю, таким моим хобби. Но что-то в этом все было и духовное, в наркотиках и музыке. И я очень ясно понимал из своего опыта употребления наркотиков, что в этой жизни есть что-то большее, чем то, что мы видим. Есть некий мир за этим миром. Итак, во время учебы в колледже я интересуюсь и увлекаюсь разными культами, оккультизмом, и я ищу Бога. Одна моя подруга очень сильно увлеклась наркотиками. И я видел, как она потеряла интерес к занятиям. Она перестала ходить на пары. Она исчезла из моей жизни. По ней действительно было видно, что она умирает от этой зависимости. Она была склонна к суициду. Она думала о том, чтобы покончить с жизнью. Пока однажды, прогуливаясь по студгородку, я не наткнулся на нее. Ее звали Сьюзи. Я сказал, Сьюзи, что с тобой произошло? Потому что она улыбалась. Она была энергична. Она выглядела потрясающе. И она начала рассказывать мне, что произошло нечто важное. Она забрела в бильярдный зал, и владелец зала совсем недавно стал христианином. И он свидетельствовал ей и рассказал ей об Иисусе. Она помолилась с ним, чтобы принять Иисуса. И теперь она рождена свыше. Ее жизнь полностью преобразилась. Я сказал ей, я очень рад за тебя, Сьюзи. Это великолепно. Это не для меня, но если это делает тебя счастливой, это прекрасно. И тогда она пригласила меня на изучение Библии. И я хотел отказаться, но каким-то образом я почему-то сказал да. Шел проливной дождь. У меня был мотоцикл, и я подумал, что это хорошее оправдание, чтобы не идти на это изучение Библии. Но я помню, как сел и поехал таки в проливной дождь на это изучение Библии. И я помню, как входил на это занятие и был насквозь промокшим. Моя одежда промокла. Но с того момента, как начался урок изучения Библии, я не помню даже, что конкретно изучалось. Но это была книга Откровения и то, как мир приближается к своему концу. Я подумал, надо бы свалить отсюда. Но я не мог, потому что моя одежда была в сушилке. И так я был вынужденным слушателем. И в конце библейского урока учитель пригласил меня подняться и поговорить с ними. Он дал мне Библию и начал показывать мне сначала эти места Писания в моем собственном Танахе, а затем в Новом Завете. О грехе и отделении от Бога. Я никогда раньше не читал Библию, кроме времени, когда я готовился к своей бармице. Мы, евреи, должны быть народом книги, но большинство евреев никогда даже не читали Писания, которые, как мы утверждаем, являются нашими. И когда он показывал мне стихи о моем грехе и отделении от Бога, такие, как «Все согрешили и лишены славы Божьей», вся праведность наша, как запачканная одежда, я просто почувствовал тяжесть своего греха. Мне стало жарко. Свет в комнате был очень ярким. Я почувствовал присутствие того, что я знал было самим Богом. И я помолился вместе с ним. И как только я помолился, температура в комнате стала нормальной. Освещение стало нормальным. Диван, который, казалось, держал меня, отпустил меня. Библия уменьшилась до нормального размера. Мою одежду отдали мне высохшей. Я переоделся, помчался домой и попробовал забыть произошедшее. Но что-то в тот вечер изменилось в моем сердце. И у меня впервые появилось желание почитать Библию. Я никогда раньше не читал Библию. Я утверждал, что верю Библии, но я на самом деле не знал, что говорит Библия, кроме истории, которые слышал в детстве. И я просто поглощал Библию. Я начал с Евангелия от Матфея. И я никогда не читал Новый Завет. Меня учили тому, что Новый Завет — это христианская Библия. Единственная связь, которая есть у него с моим наследием как еврея, заключается в том, что это антисемитская книга. И большая часть иудаизма, если мы пройдемся по Европе и другим народам, была попыткой выжить в том, что стало христианским миром. Христианство определялось своей ненавистью к еврейскому народу и обвинением еврейского народа в течение двух тысяч лет. Потому для еврея, чтобы задуматься об Иисусе, нужно перешагнуть через действительно ужасную историю. Но я чувствовал сильное желание читать Новый Завет. И я начал с первой главы Евангелия от Матфея. С самого начала там приведено родословие Иисуса. Иисус — сын Авраама, сын Давида. Это сразу бросилось мне в глаза. И я был просто шокирован, что Авраам и Давид, два величайших человека в нашей истории, делают в христианской Библии. Я открыл для себя вещи, которые в корне отличались от того, чему меня учили в детстве. И я узнал, что Иисус был евреем, что у него было имя, еврейское имя, Иешуа, которое означает «спасение», потому что он спасет свой народ от их грехов. Я узнал, что он родился в Израиле у еврейских родителей. Я думал, что он вырос в Риме, в Ватикане. Все первые последователи Иешуа были евреи, и никто из них не обращался в другую религию. Они не обращались в христианство. Не было никакого христианства. Нет, они были евреями, которые нашли своего обещанного Мессию из своих собственных писаний, из Танаха. И это изменило мою жизнь. Я начал находить ответы, которые искал. В писаниях моего собственного народа, в Танахе, я обнаружил, что у Бога есть цель для моей жизни, и эта цель — знать Его, ходить с Ним, служить Ему. Я узнал, что есть жизнь после этой жизни. Я почти сразу узнал, что Бог призывает меня, что у Него есть предназначение для моей жизни служить Ему полновременно. В конце концов, я переехал в Россию после того, как вел мессианскую общину в течение нескольких лет на севере штата Нью-Йорк. Затем я начал трудиться в Эфиопии, в Зимбабве, по всей Африке. А в течение последних нескольких лет мы организовываем больницы, где проводим лечение зубов, глаз, бесплатные хирургические операции. Мы делаем это просто для того, чтобы позволить людям узнать, что Бог любит их. Мой брат был фотографом. Это одно из многих его занятий. Я смог привезти его в Эфиопию как фотографа в одну из наших больниц. И в той больнице он пережил Божье присутствие, потому что там изменяются жизни. Он фотографировал все, и он видел, что о людях не только заботились, но он увидел, как люди меняются благодаря любви Божьей. И я наблюдал за ним. Я радовался, смотря, как он переживает то же, что пережил я. Когда он принял Иисуса, Ишуа, в свою жизнь, он полностью переобразился. Совсем недавно он умер от рака, но я знаю, где он сегодня. И я снова увижу его. Это мое предназначение. Это мое наследие. Этот Ишуа — мой Мессия, обещанный в Писаниях моего народа.